Кроме того, во втором скопированном столбце вместо знака «равно» нижнее подчеркивание. Каким образом я это получил? Просто внутри столбца делал автозамену. Главное заменить. И допустим, знак «равно» менял на нижнее подчеркивание. Заменить все. После того, как я произвел преобразование соответствующих знаков, я формирую шаблон для синтекса. Вот так выглядит шаблон. Далее я просто растягиваю на все 48 таблиц вниз и копирую на отдельный лист все полученные шаблоны. Вставляю, причем вставляю как значение, не как полноценную вставку, а именно как значение. После чего выделяю и удаляю дубликаты. Получаю 4610 уникальных команд, копирую их в синтекс и запускаю. Напомню, мы работаем уже снова с файлом, в котором не профили, а респонденты. Получаю массу новых переменных, это и есть фиктивные переменные, от слова «фикция». Сейчас там, в этих переменах, только единичные коды и миссинги. Мне надо заменить миссинги на нули, чтобы машина воспринимала эту переменную как дихотомическую. «Трансформ» «Recode into same variables». Беру все фиктивные переменные, помещаю их в правое окно. В машине требуется какое-то время, поскольку их очень много. И задаю правило. «System.user.missing.0.add. Continue. Запускаю». Переменные готовы к регрессионному моделированию. Запускаю линейную регрессию. В качестве зависимой переменной снова ставлю «Polytec2» — исходный, неэкспотенцированный. В качестве предикторов ставлю только созданные фиктивные переменные. Понятно, что не все они будут значимы. Хотя дисперсионный анализ для многих показал, что вероятно, что они будут значимы. Поэтому здесь было бы здорово применить пошаговую регрессию. Но здесь, к сожалению, не получится.